Друзья, всем привет! Итак, давно не было у нас демонтажей, на видео имеется в виду, и вот они наконец случились. Находятся на Петроградке. Вот в этом доме мы, кстати, привет делали осенью. Сейчас делаем напротив. Так, сейчас мы ждем Игоря. Он должен позвонить, как в иронии судьбы такой звонок здесь дерзкий. И будет нам рассказывать про эту квартиру. Я тоже все знаю, но расскажет Игорь. Ждем. ИПОЛИТ, это ты? Здравствуйте. Так, Игорь, привет. Здравствуйте. Любимец нашего канала. Все говорят, где этот молодой человек приятный. Ну давай, рассказывай, что у нас за объект, что нам здесь предстоит. Значит, да, снова мы после небольшого отпуска, так сказать, Дмитрий отдыхал. И записи не было, хотя некоторые работы велись. Ну, теперь, в общем, рады снова снимать видео. Значит, что нас ждет? На данном объекте нам необходимо сохранить вот эту лепнину. Вот. Соответственно, мы будем делать подрезку, как обычно это происходит. Взбиваем всю штукатурку. Данную стену мы уже познакомились с соседями. И посмотрели ихнюю стену с квартиры. У них все аккуратненько сделано. Поэтому приняли решение это все демонтировать вручную. Аккуратно, чтобы не тревожить их. Ну, все в нашем стиле, чтобы максимально всем было комфортно. Сейчас и в будущем. Дальше. Заказчик принял решение сохранить вот эту стену и вот этот простенок. То есть у них по техническому заданию. Так идет, насколько я понимаю, дизайнер. Делать свой проект. Ну, и согласно проекту стоит такая задача. У нас на полу немножко шурум-бурум. Мы буквально только что заехали. И еще не успели до конца вывести все вещи. Да, с пылом в жару. Ну, здесь все по классике. Мы все взбиваем. Первые двери убираем. Оставляем пока только входные. Здесь все так же демонтируется. Вот эти простенки демонтируются. Здесь так же литмина сохраняется. Ну, по мере возможности, да? Да, по мере. Подрезка. Так же заказчик просил сохранить все латунные ручки, фурнитуру. Все потому что обыграют это в дизайне. То есть, в принципе, разумное решение. Многие так и делают. Здесь есть на что посмотреть. То есть, здесь вот ручки вот такие. То есть, довольно-таки много фурнитуры сохранилось. Обычно там остается одна-две ручки. И, как бы, вроде ни туда, ни сюда. Надо докупать. Ну, здесь есть. Так же здесь постараемся, так как у нас уже осень. И дело есть холода. Данный радиатор, как минимум один мы оставим. Постараемся сохранить и остальные. Ну, в то же время баланс найдем, чтобы можно было по максимуму снять штукатурки за радиаторами. Ну, и, так сказать, не оставлять работу другим мастерам. Не перекладывать на их плечи. Что касаемо окон. Здесь, по стандарту, окна в данном случае когда-то уже были поменены. Но демонтаж будет производиться так, что мы убираем откосы. То есть, сами окна останутся. Убираем откосы, подоконник. Все зачищаем. И в дальнейшем будут уже либо оштукатуренные откосы, либо пластиковые. На их пересмотрю. Все двери в целом все убираются. Ну, старые. То есть, здесь также лепнина сохраняется. То есть, будем делать подрезку. Так же, очень интересно, нас попросили сохранить данный участок стены. Его ни в коем случае не трогать. Но это, я дизайнер, я так вижу. В принципе, значит, есть такой смысл. Интересно было посмотреть в дальнейшем, как в итоге это реализовалось. Ну, часть стены, как она будет выглядеть. Не знаю, если получится. Было бы хорошо увидеть. Это уже Дмитрий потом покажет. Вот. Соответственно, все, что касаемо вот до сих пор, будет демонтировано. То есть, защищено до кирпича. Здесь мы сделаем аккуратную подрезку, скорее всего. Здесь она, ну, здесь также по кругу будет подрезка. Ну, все лишнее будем убирать. Вот, соответственно, ну, полы так же все вскрываем. Все убираем пока что до балок. Вот. В целом, вот, все, что... Так, ну, давай кухню еще покажешь. Там санузлы. Есть что-то интересное? Или тебя уже ничего не радует? Все неинтересно? Ну, такого, что... Пока, благо, потолок не обваливается, это уже хорошо. Вот, в самом деле. Так, в целом, ничего особо. Здесь посмотрим, что нас ждет, дерево или стена. Тут кирпичная вроде как должна быть. И здесь за стенкой, кстати, еще один выход на личную клетку. То есть, здесь мы разбираем все до двери. До глазка. Да, и потом, кстати, по проекту именно это будет входная дверь, а та, которая сейчас, она будет глушиться. Но это потом, после монтажа посмотрим. Все будет иначе. Здесь так же аналогично все зачищаем. Здесь, правда, лепнина не сохраняется. Мы уже видим, что частично обрушилась и подковыряют. Здесь вообще интересно, да, потому что это у нас второй этаж. И выше видим бетонное наполнение. Я предполагаю, что это железные балки с бетонным наполнением. Заказчик предположил, что это плиты. Но я думаю, вряд ли плиты. А вот ниже, тут приходили, ковыряли для проектов. И нашли обычные деревянные балки. Но опять же, вскрытие покажет. Вскрытие покажет. Да, и ниша у нас единственная. Получается, помимо той стены с соседями, еще одно потенциально, гипотетически, не то, что опасное, да, теоретически конфликтное место. Это вот смежный проем с соседями. Будем надеяться, что он кирпичный, а не деревянный. Вначале аккуратненько посмотрим, из чего это состоит. А затем уже примем решение. Либо вручную, либо с помощью перфоратора защищать. Все, Игорь, тебе удачи. Все, и вам спасибо. Игорь стараться. Все, Игорь работает. А как закончить, приедем, посмотрим, что получилось из этой квартиры. Все, друзья, до встречи.